pvp ивент испытания осириса все же стартовали в этом сезоне в эти выходные состязательный режим предложил игрокам новые награды адепт оружие и в сегодняшнем видео мы посмотрим стоит ли оно фарма в зубодробительных испытаниях чем отличается от обычного оружия и посмотрим вообще на все нововведения адепт набора но прежде чем начнем небольшое сообщение от спонсора видео страж если твоего времени не хватает напарники подводят или их нет а иметь экзоты легендарки и триумфы очень хочется советую хороший сайт двинк точка нет на сайте появились новые экзоты квесты и поручения новинок много а цены снизились сайт работает давно есть много отзывов клиентов и способов оплаты все можешь проверить сам а по коду triple вайп действует 15 процентная скидка на все услуги но если не разобрался или остались вопросы смело пиши оператору на сайте и получи ответ конечно первое испытание асириса со стазисными способностями оказались непростыми надо сказать нам с командой приходилось прям серьезно перестраиваться так что да стазис изменил pvp навсегда спустя несколько часов попыток мы все же добрались до маяка и получили из сундука заветный автомат заклинатель с короткой перепиской в скобках во первых дайте похвастаться зацените какой ролл я нечто подобное в том сезоне из теневых ангром на гнетущем голоде получить не мог хотя открывал их сотнями а тут такая конфета из испытания сириса доволен как слон честное слово в чем же прикол адепт версии первая фишка это их абсолют версия то есть когда вы прокачиваете автомат до абсолюта большинство характеристик увеличивается принцип на самом деле такой же как на броне абсолют когда вы добавляете к каждому параметру по 2 единицы тут только добавляется плюс 10 единиц к тому параметру который прописан вашем абсолюте а вот к остальным по три единицы ко всем параметрам кроме урона но кроме возможности улучшить статы самого оружия на адепте есть еще одна особенность специальные адепт моды которые могут падать из сундука по одному в неделю на этой неделе это был прицел адепт который увеличивает а им ассист но снижает стабильность теперь давайте перейдем к списку оружия которое вы можете получить в адепт модификации тут у нас полный набор винтовка разведчика последователь дробовик астральный горизонт снайпа ока солнца плазменная винтовка проклятие изгнанника и даже ракетница ответ завтрашнего дня может выпасть в адепт версии с ними со всеми та же самая история на пушках будет рандомный ролл перков рандомный бонус от абсолюта и какой-нибудь мод прокачав абсолют вы получите бонус характеристикам все эти адепт пушки можно будет получить только из сундука на маяке доступ к которому открывается за семь чистых побед без поражений в испытаниях осириса однако банджи совсем недавно писали что адепт оружие не будет эксклюзивной наградой для пвп игроков и подобные легендарки появятся и в пве активностях они анонсировали три легендарные пушки автомат shadow price револьвер полиндром и пулемет swarm все эти пушки были в первой части вот теперь они будут во второй если я ничего не путаю уже со следующего сезона и получить их можно будет только в пве сумрачном налете авангарда теперь давайте посмотрим на остальные моды которые могут попасться нам в наградах на адепт оружие по большей части правда это хорошо знакомые нам улучшатели стабильности дальности емкости магазина прицеливания удобства и так далее но из новых же крайне интересен например мод адепт урон который увеличит урон на 10 единиц и вот если этот мод мы ставим в оружие с абсолютом на дальность то вот тогда уже может получиться очень интересный коктейль вообще с этими модами можно неплохо так на комбинировать основные статы и перки например адепт мод на увеличенный магазин увеличит емкость этого магазина на 40 единиц и скажем на том же автомате с перком переполнения у вас может быть уже до 120 130 патронов это уже будет не автомата пулемет какой-то и так практически с каждым оружием со снайперской винтовкой интересно будет поставить мод на таргетинг при каком-нибудь быстром прицеле и посмотреть как она будет работать но для этого нужно каждую неделю ходить в ассирис и каждую неделю его закрывать отсюда мы переходим к следующему вопросу стоит ли гринд того чтобы тратить время на ассирис если вы казуальный игрок или недавно начали играть в игру нет это оружие не так необходимо оно несоизмеримо тому времени которое вы затратите на его получение конечно только если у вас нет команды которая поможет вам пролететь билет на изи в другом же случае лучше уделить время рейду собраться в него получить оружие которое также имеют эксклюзивные перки выглядит по-особенному да и впечатление от рейда позитивных точно будет больше что же до хардкорных игроков но тут чтобы я не сказал они пойдут и получат оружие но только вот будут ли они ими пользоваться большой вопрос скорее всего прежде чем мы поймем какие из этих пушек действительно работают пройдет много времени чтобы мы выбили несколько роллов и выбили моды которые бы потом могли комбинировать ну и да конечно же чуть не забыл самое главное эксклюзивный шейдер вот ради него уж потратьте часиков в 6-7 на попытке закрыть чё бы нет то в общем пока что впечатления очень неоднозначные наградам на маяке до сих пор не хватает эксклюзивности и практичности нет ничего такого чтобы прям выделяла игрока закрывшего осирис именно по геймплейной части они просто светящиеся броней и новым шейдером там даже броня до сих пор падает на 60 единиц total тот же автомат в адепт версии в первой части мог выпасть с крутым роллом только на маяке и все это знали знали что черный автомат с максимально ровной отдачей и стабильностью будет тебя только за 70 это если повезет и потом когда ты его наконец получал ты имел крошечное такое преимущество над другими игроками в обычном пвп и потому за ним ходили будут ли ходить за адептами сейчас увидим спасибо за просмотр страж не забудь подписаться поставить колокольчик и лайк услышимся